Самая наиболее активно дышащая часть человека Это правая верхняя доля Затем по степени легкости Это левая верхняя доля Затем средняя правая доля Затем нижняя правая доля И наконец левая нижняя доля Вот примерно так движется дыхание По степени легкости распространения В китайской медицине традиционной Описывался процесс дыхания Как с точки зрения тканей С точки зрения соответствия Пяти внутренним орденам Говорилось о том, что легкие Соответствуют дыханию на уровне кожи Что соответствует и более современным данным Например, вы наверное слышали случай Когда в средневековом еще театре Покрасили мальчика металлической краской И хотя нос и рот были открыты Мальчик задохнулся Потому что кожа перестала дышать Мы просто не замечаем этого И не отслеживаем Но принцип мы тоже знаем Когда мы оливаемся во что-то плотное И синтетическое Мы тоже начинаем чувствовать удушье Потому что тело перестает дышать В этом опасность, кстати, ношения всяких синтетики Правильно, современная синтетика Она делается спорами и так далее Но в целом создаются статические поля И это тоже мешает циркуляции Одним словом, действительно мы через кожу дышим Также мы дышим, вообще говоря, через большие суставы Там за счет растяжения или чего-то Открывается пространство И тоже происходит дыхание Ну, так или иначе Считалось, что легкие Связаны с дыханием на рамках кожи То есть когда мы вдохнули именно в легкие Как легкие То энергия распространяется по коже Затем из легких она попадает куда? В сосудистую систему То есть здесь проводилось параллель Что дальше дыхание проникает на уровне сосудов А с точки зрения внутренних органов Из легких она попадает в сердце В принципе, соответствует современному представлению Третий уровень погружения дыхания Это мышцы И мышцы контролируются Мышцы, жиры и так далее Контролируются селезенкой И вот как раз получается, что вначале легкие Правая доля, потом сердце, потом селезенка Затем переходит ниже еще Здесь в правой стороне у нас печень И вот здесь как раз, соответственно, нижняя доля Соответствует уровню сухожилий В теле И, наконец, на уровне костей Это доходит до почек То есть вот так циркулирует примерно Наш воздух То есть каждая из долей легких Она еще связана с определенным внутренним органом Естественно, если орган Слабеет Или повреждается, болеет То это отражается на дыхании И наоборот Через дыхание Можно воздействовать на эти органы Вторая сторона Вот здесь интересно то, что В тибетской медицине, например Говорится, что Не пять долей легких есть А десять То есть разделяется передней части И задней части Очень интересное наблюдение Буквально четыре тысячи лет назад Уже об этом Описывалось И действительно Это вот больше уже Когда человек занимается Например Таким серьезным цикундом Он знает, что есть переднее дыхание И заднее дыхание Да? Причем заднее дыхание Является более Продвинутой формой дыхания И оно как раз и позволяет Человеку осваивать Какие-то энергетические ресурсы Почему это так происходит? Потому что передняя часть Она более открытая И если рассмотреть Теперь строение Вот этих Пронхиол То есть то, что Разветляется В конце пузырей воздуха Как бы образуется То есть определенная Естественно структура Большие Меньше 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 И более мелкие пузыри Они как бы Находятся больше сзади А крупные находятся спереди Поэтому Самый простой способ Расслабиться Или наполнить воздухом Это просто раскрыться спереди Потому что там большие пузыри Много поступает Но если человек Вот таким образом Расслабляется Естественно Если он в этом состоянии Поднимет что-то тяжелое То он может нанарваться Чтобы Что-то тяжелое Поднять Нужно Немножко сгорбиться Что ли То есть сжать переднее И открыть заднее Поднатужиться Чтобы все Немножко Сутурятся И может быть Поэтому люди И сутурятся В частности Потому что Включают заднее Но это не совсем Правильное включение Потому что Лучше чтобы спина Была конечно же прямой Но в любом случае Есть передние и задние доли В тибетской медицине Объяснялось Что если повреждены Передние доли То это излечимо Если повреждены Задние доли То уже неизлечимо Например Когда ранения Были сзади То если Начиналось Правотечение Внутри Задних долях То Спасти человека Было уже практически Невозможно Тогда как Передние Еще были Какие-то возможности То есть Это перекликается И с Историей И С Данными Древней медицины И с практикой Продолжение следует...